Вечерняя школа – общеобразовательное учреждение. Школа, в которой учатся взрослые люди, которые по каким-либо причинам не смогли получить полное среднее образование в детском и юношеском возрасте. В России в вечерних школах обучение осуществляется по трём ступеням. Начальное образование, основное среднее образование, полное среднее образование. История школы подобного типа существовали ещё в дореволюционной России, осуществляя обучение передовых рабочих в вечернее время и в выходные дни. Учительницей такой школы с 1891 по 1896 годы являлась Энка Крупская. В СССР вечерние школы носили название «Школы рабочей молодёжи», возникшей в 1944 году. Они позволяли решить важную социальную задачу – дать возможность получить образование работающим подросткам. В отличие от обычных средних школ, в старших классах которых с 1940 годом, была введена оплата за образование. Обучение в вечерних школах для учащихся и их родителей было бесплатным. Современность поступить в вечернюю школу может любой человек с 15 лет, не имеющий школьного образования и желающий получить таковое. Предельный возраст желающего получить образование не имеет значения. Занятие в вечерней школе обычно начинается с от 16 до 17 часов, что позволяет совмещать получение образования с трудовой деятельностью. Выпускники вечерних школ также, как и в других школах, сдают ЕГЭП и его результаты могут поступать в высшие учебные заведения. С вступлением в силу 1 сентября 2014 года, нового закона об образовании, вечерние школы перешли на стандарты обучения, аналогичные с таковыми для всех общеобразовательных учреждений. Культуре, в художественных фильмах «Весна на Заречной улице» Большая перемена событий разворачиваются в вечерней школе. Источники Вечерняя школа номер 6 грамм